МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше, как 500 наученцев пришли в этот день в Наравлянскую среднюю школу номер 2. Некольких годов она находилась на реконструкции, что позволило привести установку в соответствии с современными стандартами. На урошистой линейце в Нароле побывал Олег Сенсюров. Строгий костюм и гальштук, наут у первоклассников. Для всех школьников первого версия, день особенный. До речи, в другой Наравлянской средней школе его ждали два года. Минавито столько часу спотребилось, как привезти другую Наравлянскую среднюю школу в належный стан. Капитальный ремонт был життёво необходим. После 40-х годов интенсивной эксплуатации будинок явно не отповедал действующим нормативам. Иншая справа, что реконструкция оказалась непростой. Часто тяжкости возникали там, где их никто не чекал. Тем больше, что и объём выполненных работ немаленький. Узмоцлены стены, заменены в окна, дах, система оттепления, водопровод, электричные сетки. Педагоги, которые первыми пришли в одновленную школу, поставили будильникам 10 и заповнили, что теперь учебный процесс будет организованный на высшем уровне. Похоже притягивается работа, с этим так само были и певные проблемы. Трудности заключались в том, что два года образовательный процесс происходил в пяти учебных заведениях города на базе детских садов. Мы работали в две смены. Трудности вызывали как у учащихся, так и у педагогов и родителей. У другой на Ровлянской средней школе будут учиться 510 детей. У районного отдела эдукации заповнивают, что якость навучания тут будет не ниже, чем у Гомеля. Сегодня это у Воголя одна из главных задач Галины. Оказывать адвокационные послуги на высоком узровне незалежно от места находжения школы. Деля чага першачарговая увага к техничному снащению научных установ. Только от Абл-Ваканкама в якости подарунка средняя школа номер 2 города на Ровле отрымала 20 компьютеров. Наставники кажут, что техника начнет выкористоваться в научном процессе уже в ближайший час. В Наравлянском районе у Воголя великие планы по развитию Галины. Горантуется такая опыльненность у темнику на перспективах экономичного развития и реализации державной программы комплексного выкористания природных ресурсов Припятского полеса. Реконструкция школы, до слова, так само проведена у рамках этой программы. Конечно, уникальная школа в уникальном сельском районе. Для нас очень важно, чтобы эти районы, чернобыльские районы, добавлялось количество людей и мы создавали для их условия. И сегодня приятно сказать, что в этом районе самая высокая рождаемость Гомельской области да и в Республике Беларусь. Александр Чаров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель» Зноровлю. Святоведа уазначили так само те, что ими именами уже сегодня связывают надеи на досягнение в великем спорте. Врачистая линейка Гомельского училища Олимпийского резерва отбылась в символичном месте на центральном стадионе. Сероятных, кто приступит до занятков и тренировок, 85 наученцев нового набора. Кожный из них уже демонструет довольно высокие выники. Некоторые становились переможцами и призерами на споборницах международного узровня. Двое выходят в состав национальной сборной. Трое мают титулы майстру спорту. 16 являются кандидатами. Знём беда у хлопцев и девчат повиншовали наставники, ветераны спорту и тренерской працы. Ваши будущие поспехи – это поспехи всей краины, по яких я буду познавать во всем свете. Азнаш ли я не у своих пожаданиях? Что касается училища Олимпийского резерва города Гомеля, это училище, которые занимают сюда лидирующую позицию среди областных училищ Олимпийского резерва в республиканском смотре конкурса и всегда сохраняют хорошую преемственность кадровую и спортивную. Те хорошие традиции, которые удалось в Республике Беларусь сохранить и развивать. Довушобы проступили и самые маленькие. Первого вирусня у Гомеля открылись 22 додатковые группы в дошкольных установах. Таким чином дефицит месса в детских садках целиком ликвидованы. Усим детям, что и батьки взвертались в отделы эдукации, было продоставлено месса, хотя Рына Сапельникова протягни. Проблема недохопу месса у детячих садах Гомеля повстала кропково. Перш за все она закранула новые микрорайоны Новобелец, Сумельников, Лух, 18-19 районы. Особливо в остропытание детячого навучания стояло для дятвы в возрасте от 3 до 6 годов. Зараз гэта тема некритичная. У Гомеля дефицит уняма. Каб вырешить проблему, организовали батьковские маршруты до ближайших дошкольных установ, где место ухапае, а так само реорганизовали особное помешкание садов. Было всем детям предоставлено место на сегодня. За счет бюджета было выделено нам порядка 300 миллионов рублей именно на открытие этих дополнительных групп. И порядка миллиарда это были привлечены деньги, которые нам помогли спонсоры, частные предприниматели для того, чтобы создать условия. Дитячие сады для открытия додатковых групп отбирались, а заходящие с махчымастями пристосовать помешкание для знаходжения дятей. Частей за все ранее это были кабинеты социальных работников або спортзалу. Сегодня здесь группа, но это не говорит о том, что ребята остались без спортивного зала. Спортивное занятие мы будем проводить в музыкальном зале, который сейчас оборудовали и сделали его музыкально-спортивным. Так, дякуючи додатковым группам, каля 500 детей сегодня святковали День Веда у дитячем садку. Усё, что было заплановано, выканано, а ле уже зараз ведутся работы для открытия новых мест в дошкольных установах в наступном научальном годе. Катярына Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. Протягиваем выпуск. У объекта Гандлюю громадского харчаванья по ранейшему выявляется великая колькость порушеннел. Это показали выники опошних проверок, проведенных специалистами областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Только за летний период до отказности притягнуто 64 юридичные и омаль 1800 физичных особ. Огульная сумма наличных штрафов перевысила 2 миллиарда рублев. По травязности в наступном сюжете. Проведение чергового монитурингу связано головным чином с климатичными умовами. Протяглое спекотное надворье выкликало заклопоченность на конд якости продукции, что пропануется у крамок. Астерога, как высветлилась, оказалась недаремной. Порушения выявлены у 95% проверенных объектов гандлю и громадского харчевания. Наиболее часто регистрированными нарушениями являлись несоблюдение температурных режимов, хранение реализации пищевой продукции, реализация пищевой продукции с истекшими сроками годности, неудовлетворительное санитарное состояние помещений прилегающей территории, реализация пищевой продукции без документов удостоверяющих качество и безопасность, а также несвоевременное прохождение работниками торговли, медицинских осмотров и гигиенического обучения. Супразовники санитарной службы не спиняются повторять, не набывайте харчевые продукты у невызначенных местах. Звертайте увагу на температуру, про якой заховывается продукция, а так само термины пригодности. Шмат кто прислуховывается, а для проблемы у покупников все ровно застаются. Правда, что тышится проверенных крам, то тут недохопов стало явно меньше. Привлечено к административной ответственности 64 юридических лица и 1700 должностных лиц, которые допустили нарушение требований санитарных норм и правил. Сумма штрафов составила более 2 миллиардов рублей. Также было вынесено 880 предписаний продукции. Общая масса недоброкачественной продукции снятой с реализации составила более 8 тонн. Специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья лишат, что основные причины порушения санитарных потребований на объектах гандлю связаны с недобросумленностью кадров. А про шатаго у некоторых крамах лишат, залепшая заплатить штраф, чем постоянно сачить за захованием санитарных норм. Правда, цепир у контролеров появились мягчимости принимать до таких порушенников больше жесткие меры. Первые приклады уже есть. В соответствии с указом 560 президента Республики Беларусь, который дает право перестанавливать объекты, которые неоднократно в течение календарного года, на которых установлены нарушения, перестанавливать на срок до 90 дней. Пока мы перестанавливали на срок от 5 до 10 дней ряд объектов торговли и общественного питания. И после данных мер, скажу, что уже внимание производственному контролю, то есть со стороны администрации, то, что делается у них на объектах, намного жестче. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель. Дарайший головный державный урадж Гомельской в области Александр Тарасенко сегодня станет гостем программы Диалог телерадиокомпания Гомель. Она выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18.01.10 хвилин. Говорка у студии у перши чаргу подзе про то, и як захавать здоровье школьника. Але так само плануються разглядеть и выники мониторингу объекта Угандлю и громадского харчаванья. Свае пытание про пановы и за уваги вы можете выказать по телефонававши по номеру промога эфиру Гомеле 77 68 45. До инших тем. Редкий приклад старожитного другу выставили Гомельским Палацево-Парковым ансамбле. Евангелия выдадзенная Пятром Мстиславцем в Увильне в 1575 годе. До наших дзен захавалися усяго три экземпляры гэтой книги. Кошт одной перевышая миллион долларов. Выдание Друкарни у 17-го 100-го узоры рукописы у староверской ветки и книги с уникальными гравюрами беларуских мастроу. У целым 45 книг 10 яких представлены в першиню. Усего этого слова. На сёне в фондах музея Палацево-Паркового ансамбля наличивается каля 300 стародавних книг. Самым ранним выданием заявляется Евангелие Пятра Мстиславца. Имя Пятра Мстиславца для беларусского книгопечатания трудно переоценить. Это один из первых, который продолжил традицию Франциска Скорыны. И символично, что его типография располагалась в Вильне, в здании, где печатал свои книги Франциска Скорына. Убашить гэты и инши шедевры книжного мастатства гомельчане гости города смогут до 11-го кострышника. Календарная осень пошалась в регионе с оправдой летним надворьем. По дателям областного гидро-мета и центра в ближайшие сутки в регионе прогнозуется переменная воблашность. Сегодня будет переважна безопадка. Увага в день прогнозуется до 30-35 градусов. Шатерга пошнется поступовое понижение температуры поветра. В особенных районах пройдутся короткочасовые дожжи у ночи макшимы на вольнице. Слубки термометров покажутся до 20-ти в день до 25-ти местами до 27-ти градусов. Шатвертого и пятого вересня местами шакаются дожжи на вольнице. Будет до 12-ти градусов у ночи и до 25-ти в день. В неделю шостого вересня местами пройдут дожжи. И на этом поколюсе за развитем падей сашите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побачения.